Добрый вечер, дамы и господа! И сейчас продолжение русской истории, называемой Миссией подземного города, часть третья. Прежде всего на Земле обозначалась семилучевая звезда, которую сейчас эльфийской называют. По лучам этой звезды кругом становилось семь человек. На острие каждого луча сотворяли также семилучевую звезду, только в три раза меньшую. На ее вершинах становились другие участники церемонии. Потом образовывались еще три круга, которые проходили через вершины малых семилучевых звезд. В каждом круге по 21 человеку. Вокруг трех кругов устраивался один внешний из 18 человек. Таким образом получалась фигура. В построении которой задействованы были 88 человек. Всего таких фигур построили 11. Имя окружили холм, на котором портал находился. Всего таким образом вокруг холма встали 968 человек. На самом холме, а вокруг портала, образовали еще четыре маленькие семилучевые звезды, заключенные в круг. На их вершинах встали старейшины рода, еще 28 человек. Оставшиеся три встали рядом с порталом. Сам Велигор встал лицом к нему, а два старейшины по бокам. После этого старейшины, находящиеся на холме, принялись отчитать священную молитву на древнем языке. Началась церемония. Едва солнце достигло зенита. А закончилось, когда солнечный диск спрятался за горизонтом. Потомки катарусов, исполнив древнюю священную церемонию, испытали духовный подъем. Они чувствовали, как через их тела проходила чудесная приятная энергия. Радость ожила в их сердцах. Появилась уверенность, что решат все задачи, которые стоят перед ними. После окончания церемонии, все спрашивали Велигора, «Так ли все сделали? Удалась ли ли церемония?» На что глава роду отвечал, «Утро покажет». Утром потомки катарусов увидели трех человек, стоящих на горе возле камня Аппортала. На этот раз фигуры не исчезли. Как только Веренгор двинулся навстречу к ним, люди, стоявшие на горе, начали спускаться. Ожидание чуда жило в сердцах потомков катарусов. Гости с горы спустились и приблизились к Ясногорам. Облачены в длинные одеяния со складками. Тот, кто повыше, в центре, – семилучевые рубиновые звезды, подвешенные на алых бусах. Лица гостей удлиненные, с овальными подбородками. Волосы длинные и кудрявые. Все незнакомцы без усы, в отличие от потомков катарусов, у которых были отращены и борода, и усы. Глаза вытянутым горизонтальным каплем воды подобны. Зрачки чистый перламутр. Навстречу двинулись все старейшины во главе с Виленгорн. Вскоре напротив друг друга остановились. Гости в поезд поклонились. Приложили руки к сердцу, потом протянули их навстречу хозяевам лагеря, выражая так свое миролюбие и приветствие. Глава рода и старейшины также поклонились. В ответ поприветствовали незнакомцев, после чего заговорил один из пришедших, тот, кто в центре стоял. Здравствуйте, славные потомки катарусов! Мы рады видеть героев Тартаарии тут, на этой земле. Отныне это ваша земля. Вам тут корни пускать. Новую жизнь строить. Я – Любомир. А это братья мои. Эйгенор и Сенхотеп. Мы старейшины города, храмов. Град сей находится во внутреннем мире планеты. И питается он не от Солнца, в небе светящего, а от Света, внутреннего мира. Наш мир – мир самосветящийся. Другие законы в нем действуют, не такие, как ваши. И тела у нас совсем иные. В этот мир мы пришли с другими телами, облести которые вы нам помогли. Чтобы пройти сюда, в ваш мир, необходимо нам было пройти через портал особый и претерпеть изменения. Мы со своей стороны, вы со своей стороны, сотворили себе портал чудный. Теперь он позволяет нам гостить в вашем мире. Зато вам сердечная благодарность, дорогие собратья наши. В ответ речь держал Веренгор. «Здравствуйте, Любомир Эйгенор Исенхотеп. Рады мы гостям. Сердце искренне радуется тем, кто пришел из города храмов. Знаем. Вы наши духовные родственники. Зла нам не желаете, а только добра. Ясногор Великий, духовный покровитель нашего рода Ясногоров, поведал мне, что нам предстоит вместе важные дела совершить. Велел вас слушать и вместе творить. Значит, вы те, о ком говорил Ясногор?» Отвечал Любомир. «Да, мы и есть те, с кем встреча ваша предназначена. Пора нам в круг собраться и обговаривать дела наши важные. Гости из столичной рода Ясногоров направились на специальную приготовленную поляну. С сиденьями трава служила, стенами зала, деревья и кусты лесные. Подолок – синее небо, на котором уже ясно солнышко показалось. В центре сели гости и веренгор с пятью старейшинами внутреннего совета. Остальные образовали три круга. Некоторые время молчали, слушали пение лесных птиц и веселое стрекотание насекомых. Молчание Любомир прервал. «Вы уже знаете, что Ясногор Великий не случайно сюда вас привел. На этой земле быть большому государству, великой стране. И вы, Ясногоры, одни из тех, кому будущее сотворить предназначено. Но и мы здесь не просто гости. Наша миссия – передать этому миру, этой земле людям то, что храним с древних времен. Ведомо вам уже, что в этот мир приходят разные души. И те, кому ведом свет, и те, кто его еще видит сквозь глаза прищуренные. Не скоро те глаза откроются, не быстро их души к свету потянутся. Не сразу добро проникнет в их сердца. Но то, что для нас вечный век, для Бога Творца лишь мгновение. Главное, что все души свет увидят. И в сердце каждого человека добро восторжествует. То известно нам от начала начала. И это начало – истинный источник любви, из которого рождаются все и вся. С чего начнем наше общее дело? Прежде всего, ведать вам следует то, что именуете подземным городом храмов. Есть часть великого плана сотворения жизни на этой земле. Каждый храм Града нашего чудесного – это отдельная область жизни будущего. Есть храм музыки, есть храмы ремесел различных. Есть храм, в котором хранятся программы устройства общественного. Храмов много. Много и программ для эволюции этого мира. Нам надлежит наметить план совместный. Мы вам подробно расскажем, как начнем программы из мира нашего внутреннего в мир ваш внешний привносить. Этому немалое время уделим. Но прежде разрешите оказать вам помощь, спасти из плена вашего сородища Адыгора и его товарищей. «И на это у вас есть план?» – улыбнулся Никамир, один из старейших ясногоров. «Есть улыбкой». На улыбку ответил один из гостей Синхотеп. «С тобой вместе этот план и выполним». В тот же день началась операция по спасению группы Адыгора. Адыгор и его верные товарищи действительно находились в плену. Ясногоров освободили от сети, в которую поймали. Словно зверей диких. Однако от сети освободив, руки и ноги путами скрутили и поместили в холодную пещеру. У входа поставили двух охранников, вооруженных луками и копьями. Пещера была абсолютно темной. Пленные друг друга не видели. Разговаривали между собой шепотом. Надеялись на спасение, потому что понимали – сородичи будут их искать. Не сомневайтесь, нас обязательно найдут. Ясногор великий поможет. Пусть старейшинам укажет, где нас искать. Успокаивал товарищи Адыгор. Тем временем глава рода людей, которые пленили потомков катарусов, держали совет со своими старейшинами. Гадали. Кто такие пришельцы? Кто такие эти пришельцы? Уже более ста лет и зим жил их род здесь. В этих местах, не зная поблизости других родов и людей. И вот, новость за новостью. Сначала на реке появились бронзово-кожие, воинственно настроенные. А теперь вот эти высокие. Лицом и кожей пленники похожи на их рот. Рот медведя. Только вот глаза как в какой-то странной форме. У людей рода медведя глаза полукруглые, не очень большие. А у пришельцев глаза почти круглые, большие. Кожа такая же светлая. И руки не такие, а мускулистые, как у них людей-медведей. Видно, что пришли из дальних краев. Зачем? Какова миссия? Какие мысли в их головах? Хотят мирно жить или истребить их, людей-медведей, чтобы занять территорию? Что делать с этими пленными? На вопросы они отвечать не могут. Язык людей-медведей им непонятен. Говорят между собой, как песни поют. Длинны и протяжны. А речь людей-медведей кратко отрывиста. Их речь людей-охотников, которые привыкли исполнять команды начальника. Охота – дело коллективное. Хочешь добыть много добычи – выполняй строгий план. Вера людей рода-медведей не позволяла убивать человека без оружия. Человек мог быть сражен с человеком только в честном сражении. Как быть тогда с пленниками? Убить их нельзя. Но оставить также нельзя. Люди-медведи никогда никого не принимали в свой род. Вот почему Артанас, голова рода-медведей, собрал на совет своих старейшин, верных помощников, чтобы принять решение. Совет еще не закончился, когда под навес, где возлежали старейшины, прибежал охотник-страж и сообщил, что к окраинам их поселения пришли пять медведей и три диковинных человека. Люди рода-медведя почитали медведей. Тот, кто пришел с медведем, тот должен почитаться их родственникам. Родственник медведей – родственник людей рода-медведя. Артанас и его помощники сильно удивились, но виду не показали. Велели стражу привезти и людей, и медведей. Не помнил Артанас и его помощники, чтобы медведи ходили вместе с людьми. Тем более, не было на их памяти того, что люди и медведи священным каменным столбом, на котором их предки изобразили медведя. Тем более, что не было на их памяти того, чтобы люди и медведи приходили к ним в гости. На всякий случай Артанас объявил общий сбор рода. Все люди-медведи собрались рядом со священным столбом, на котором их предки изобразили медведя. Это место служило и для ритуальных служб, и для общих собраний. Через несколько минут пришли три человека и пять медведей. Гости выстроились в ряд. Люди поклонились в пояс, закивали головами и медведи. Брови Артанаса и его помощников удивленно вскинулись вверх. Потом один из медведей зарычал. А самый высокий из троих людей сказал. Медведь приветствует людей рода медведей. Он хочет говорить с вами. Гость говорил на языке людей медведей. Каждое слово было понятно Артанасу и его родичам. Артанас встал, пошел к медведю и поклонился ему. Следом поклонились все его родичи. Артанас готов слушать своего брата медведя. Пусть говорит. Медведь вновь зарычал. Один из гостей обратился к Артанасу. Мое имя Сенхотеп. Дозволишь, о глава рода, сообщить то, о чем говорит брат медведь? Любопытство главы рода медведей было велико. Быстро ответил согласим, головой кивнув. Поведай. Брат медведь приветствует людей медведей и сообщает, что он глава своего рода. Зовут его Артын. Ответь, что Артанас, глава рода людей медведей, приветствует своего брата. Сенхотеп что-то прошептал на ухо медведю. Тот вновь зарычал. Артын говорит, что у вас в плену люди, которые родные вам по крови и духу. Они также родственники медведей. Их следует отпустить, иначе род медведей не станет родниться с родом людей медведей. Услышав эти слова, Артанас сделал несколько шагов назад. Посоветовался со своими помощниками вожди рода медведей. Артын явно склонялись к тому, чтобы выполнить просьбу гостей. Потом Артанас вновь вышел вперед. Просьба брата медведя для нас священна. Мы тут сейчас же отпустим пленников. Медведь Артын вновь зарычал. Сенхотеп перевел. Артын велит привезти их сюда. Вскоре пленники Ясногоры были доставлены на поляну, где проходили переговоры. Когда среди гостей Адыгор и его товарищи увидели своего родственника, жреца Некомира, в глазах появилась радость. Они поняли, что спасены. В этот момент медведь Артын очень громко зарычал. Сенхотеп перевел его рычание. Брат медведь благодарит главу рода медведей за освобождение пленников и просит передать, что у него есть очень важная, есть еще важная весть. Позволит ли Артанас сообщить ее? Пусть брат медведь говорит. После очередного речения Сенхотеп сказал. Артыну известно, что у вас есть заветная пещера, на которой изображен медведь. Это так? Тут глава рода людей, медведей, удивился еще больше. А то из заветной пещеры знали только он и его верные помощники. Откуда тогда известно о ней и гостям? Мой брат медведь знает то, о чем ведомо не всем. Да, это так. Медведь что-то вновь прорычал. На этот раз очень тихо. Если Артанас проводит Артына и меня в пещеру, то глава рода людей, медведей, получит важную весть. Втроем пойдем? Да. На этом я завершаю эту часть. И будет часть четвертая.